С теми законоположениями, которые мы сегодня имеем, трудно представить духовный связь о том, что право является элементом культуры. Потому что в известной степени нарушены какие-то базовые сегменты в той духовности культуры. И это, когда вдохновенное восприятие человеческой культуры и того права, которое мы все так ожидаем, не происходит. И, к сожалению, действительность наша подтверждает того, что в принципе ожидать принципиального изменения, несмотря на многочисленные дискуссии в этой области, пока не видно. Пока не видно. Мы сегодня слышали блестящие выступления о произведениях великой русской литературе, не только русской, классической литературе. Блестящие выступления специалистов. Все хорошо, все правильно. Но где же истина? И вот сегодня был правильно поставлен вопрос, потому что, когда меня, вольно или невольно, включили вот эту секцию культура и право, как некое единство или атрибуты, я был в затруднительном положении. Потом я подумал, где это единство? В чем оно заключается? В конце концов, почему нет этого единства? Почему сегодня мы говорим в криминологии о культурном преступнике? Феномен современной критической криминологии. Я определение могу привести. Культурный преступник – это современный преступник, в котором продуцирует варварские способы без культурья. Варварские, подчеркиваю, что нельзя называть культурой. При отсутствии дисциплины. Как известно, сегодня было вот выступление коллеги, который сказал о таких преступлениях, о таких культурных преступниках, у которых нижняя половина больше, потому что там якобы усматриваются варварские культурологические аспекты, а верхняя часть меньше. Меньше. И вот когда это произойдет? И поэтому меня поставил вопрос. Я думаю, что я немножко скорректирую свое выступление, оно получилось у меня достаточно большое в текстовом варианте. Вот. И пришлю, я думаю, что это будет опубликовано. А поэтому в тезисном порядке о некоторых фрагментах, в тезисном порядке, подчеркиваю, о взаимоотношении культуры права с реальным, объективным правом. Я бы так поставил бы вопрос. Вот то, что звучит в самом начале нашей конференции. Законоположение. Это вот то есть объективное право. Выраженное в определенных нормативах. Структурированное в системе той государственности, в которой мы проживаем и так далее и тому подобное. Но есть и право реальное, коммуникационное, которое очень соприкасается с феноменом культуры. Это совершенно другой аспект. Продолжение следует...